всем привет с вами ольга чернова сегодня 3 апреля чуть не сказала 3 марта пора почитать комментарии потому что за последние дни после того как я высадила томаты в теплицу очень много обсуждений различных тем так сейчас я сделаю поближе чтобы если кто не слушает а смотрит чтобы было видно вот так вот это я сейчас выставила выложила видео что первая ночь прошла хорошо тут вот какой-то пахан спросила ли не спится я отвечаю что вставать в 6 часов это нормально у нас вообще как люди собираются на работу вот мужу далеко ехать за реку он встает в 6 часов в садик внука поднимает 6 30 это не из-за того что мне не спится у нас ритм такой работающих людей рано все встают вот мина написала купила в этом году ремет из пачки зашло всего одно семечко это вот к тому видео какие томаты рванули вперед после высадки я рассказывала что именно вот эти холодостойки для которых там сейчас теплица условия идеальные они так хорошо пошли вперед но вместе с ними и перцы начали расти чуть-чуть уже не зацветают и баклажаны выкидывают новые листики значит теплицы все нормально а вот галина шайдурова написала что у меня прошлой ночью вся рассада померзла прогноз был минус 3 а утром оказалось минус 4 и укрывали двойными дугами и пленкой укрывным два слоя так беда сколько труда на смарку вот смотрите вот про такие ситуации я и говорю когда вот писали что много затрат на электроэнергию я считаю любой огородник предложи ему выбор или у вас все замерзнет в эту ночь или вы немножко потратите денег пусть там за ночь 100 рублей намотает но в эту ночь именно в морозную вы включите подогрев конечно любой согласится да отдам я эти 100 рублей лишь бы все подогрелось и лишь бы у меня ничего не замерзла поэтому я говорю что обогрев вот и рассады в ранние сроки нужно всегда что-то обязательно иметь на запасе и вот она спрашивает что подскажите если семена только взошли и семидольные листики померзли это конец им пересевать заново или нет но смотрите я я бы сделала я не знаю как вы будете делать я бы сделала так я всегда люблю перестраховываться я бы например и посеяла на крайний случай какое-то там небольшое количество но эти тоже не выбрасывайте за ними нужно смотреть тут очень важно вот в этот момент после замерзания посмотреть или у них только семидольные листики замерзли а там внутри вот этот крошечный зачаток самая сердцевинка целая осталась или нет потому что бывает что кажется вам что семидольные замерзли а там еще вот этот вот росток который из которого должен сформироваться вот следующий настоящий лист он тоже иногда вот эта макушечка подмерзает и они получаются что все безвозвратно потеряны если вот эта сердцевинка целая то скорее всего они вырастут и может быть будут нормальные но знаете для того чтобы это узнать вы же должны немного подождать а время будет упущено вдруг они не вырастут я все-таки посоветовала бы вам но как бы я сделала я бы и посеяла но и эти бы оставила и посмотрела бы потом какие лучше будут может быть те которые вновь посеянные они быстрее вырастут и обгонят вот этих замороженных а может быть наоборот бывает замороженные и еще скажите перец и баклажаном можно через пасынок вырастить или теперь их можно выкинуть если честно ни разу не выращивала ни перец ни баклажан через пасынок они у меня до такой степени ни разу не замерзали потому что я их в первую очередь куда-то если холодная ночь я их или уношу или больше прикрываю томаты прекрасно вырастают через пасынок перец и баклажан не знаю если кто-то выращивал пожалуйста напишите комментарий помогите вот нашей зрительнице может быть что-то она сможет исправить так вот оксана пишет некоторые не понимают какого труда сколько времени уходит на уход за томатами так ну да тот кто не прощал конечно не понимает так вот спрашивает не пойму тут имя не по-русски как же летом будет теплиться если сейчас так жарко но вы не сравнивайте сейчас и летом сейчас я не могу же как я не могу например день и ночь держать сейчас эти двери утеплиться открытые ночью у нас же все открыто все проветривается мы сетку притеняющие накидываем а сейчас я лишний раз боюсь двери открывать потому что вроде бы грунт прогреваем нам это тепло то нужно а томатам жарко и вот у нас такая получается двоякая ситуация что мы верх охлаждаем воздух а грунт нам нужно нагревать и вот это вот самое сложное когда вроде бы днем тепло ночью сильно холодно но все-таки остывает все летом проще летом стабильная температура мы не боимся ночных заморозков мы один раз открываем как в мае настишь двери форточки я прям колом вот так вот железным закрепляю и больше никогда не закрываю летом проще чем сейчас так ну тут про этого про ботяню в петле что земельки мало я ему подсыпала земельки тут Таня Ионова пишет наверно уже терпение лопнула смотрите предыдущие предыдущие видео достали уже ну что одно и то же спрашивают снимешь видео через некоторое время опять тот же самый вопрос вот Ольга Романова пишет попробуйте свои томатики обрызгать витамином b12 они вам скажут большое спасибо через пять дней своих детишек не узнаете они и так через пять дней будут нормальные пока ничем не собираюсь их не брызгать не обрабатывать я вот дальше дойду там до одного комментария люди сначала поливают брызгают добавляют а потом не знают от чего рассада или остановилась в росте или там листья начинают опадать я не хочу таких ситуаций никаких она вот растет естественным путем пусть растет пока ничего плохого с ней не происходит я вчера посмотрела она прям толстеет на глазах распушилась вот про петлю опять пишут ну это же Ольга пишет третий год томаты петлю мне нравится мне не понравилось долго укладывать стоя проще и быстрее и конечно там уже многие писали что если большое количество рассады то с петлей возиться очень сложно ну долго вот оксана пишет с такой же жарой кондиционеры скоро будем ставить но у нас уже сегодня плюс 13 но пасмурно будет а ночью тоже плюсовая температура вот как связаться в соцсетях если честно сейчас вот в период в сезон я не выхожу в одноклассники у меня единственный контакт в соцсетях я вам потом адрес электронной почты вот сюда ну сброшу если захотите что-то напишите на почту почту хотя бы я раз в неделю проверяю так вот про капусту вытянулась дома теперь не знаю что делать надо ее срочно выносить на холод она даже вытянувшаяся может еще раз толстеть и окрепнуть так тут про погоду псковская область холодно дождь вот лилия вальтер спрашивает оля вы когда спите сегодня спала вот пишет ольга у вас тепло а у нас в уфе холодно ночью обещают минус 3 я тоже провожу свой эксперимент на глубину 40 сантиметров получили конск положили конский навоз полили дали постоять две недели чтобы он заработал высадили томаты штаммовые накрыли плотной тканью пленкой разложили бутылки с водой температура в земле 16 градусов стоят хорошенькие но вторая ночь минус 3 но это тоже можно прикрыть минус 3 это еще не критично а в питере сегодня снег был пишут сколько у вас томатов разместилось в теплице но я же сказала что я один ряд еще не высадила где-то будет чуть больше ста и вот на юге россии сегодня снег пошел у нас тоже еще будет холодно но к этому времени растения уже окрепнут им не так страшно будет вот смотрите вот интересный вопрос я хотела на него ответить для всех то масса ну короче спрашивает кто-то ну вот я с харькова и я буду пересаживать переживать за ваших переселенцев не понимая смысл в поликарбонатовой теплице если она совершенно не держит тепла смотрите я постараюсь вам объяснить какой смысл и какие преимущества вот в этой поликарбонатовой теплице которая ночью быстро остывает вижу я вот например у нас когда было на улице минус 3 минус 4 днем а была такая солнечная погода казалось бы вот я вынесла в теплицу они и на солнце она же нагревается очень быстро для дневного использования это идеальный вариант они стоят на солнышке там тепло там солнце они зеленеют фотосинтез все у них вот эти процессы все ускоряются а вы бы попробовали когда солнечная погода и минус 3 вынести томаты на улицу поставить на солнце или где куда где их подержать они уже у нас устали задыхаются в комнатных условиях во-первых здесь сухо здесь температура такая высокая но солнца нет под искусственными под этими лампочками они стоят бледненькие вытягиваются выставишь их в придомовую теплицу вот для меня придомовая теплица вот эта холодная ну и любая пусть там поликарбонатовая другая это просто выход палочка выручалочка начинаю когда выносить лотки с рассадой в придомовую теплицу сразу качество рассады повышается они крепнут они толстеют они зеленеют да когда там на улице например маленькая ну как пусть там один градус или два градуса ночью она остывает очень быстро но как только будет пять или шесть вот сейчас установится температура можно оставлять и на ночь она прибавляет всего два градуса но все равно это не домашние условия там им лучше во первых смотрите да там днем солнце тепло ночью прохладно это как раз вот те условия в которых рассада томатная прекрасно себя чувствует ну а если оставлять на ночь можно включать включать немножко ветродойку или какой-то обогреватель так под укрытием тоже вот ночью было минус два пишет татьяна оставила в теплице под укрытием но я как понимаю без без обогрева переживала утром бегом в теплицу сидят все живые вот я говорю что в теплице там она хоть и не держит тепло но там все равно не как на улице там же нет ветра там в крайнем случае можно укрыть этой пленочкой дополнительным укрытием нет поликарбонатовая теплица все равно нас выручает так вот про огурцы спрашивают уделите на него время где снега еще холодно тает не скоро так все удивляются как у нас тепло у всех холодно но вот у вас потом будет тепло у нас будет холодно так но это опять вопрос наверное риторический когда все успеваете томата капуста перец главное правильно как это говорят я не знаю ну правильно короче распланировать все свои дела доходит до смешного да иногда даже пишу список как мне удобнее чтобы лишних телодвижений не делать что сначала это потом это потом это и как короче делаю планы вычеркиваю на бумажке что сделано что нет что осталось на другой день переписываю я просто привыкла по работе у меня всегда в ежедневнике был план ну раньше когда работала официально список дел и я вот что остается сегодняшнего переношу на завтра я уже это у меня как впиталось и я теперь планирую даже жизнь пенсионера казалось бы с меня никто не требует выполнения этих пунктов но я сама себя уже контролирую чтоб я выполнила все если не выполнила я сама себя ругаю так вот еще пишет ну тоже не пойму не могу русский я сейчас пикирую все по вашим инструкциям только не пойму что у моих росточков ножка красноватая а листья темно-зеленые и снизу красненькие но я уже говорила причин может быть много это может быть характеристика сорта если он у вас какой-нибудь с антоцианами это может быть что немножко им прохладно бывает что на холодном окне они не усваивают фосфор и становятся немножко как красноватые или фиолетоватые фиолетовые а может быть несбалансированный грунт ничего страшного вы если они у вас внешний вид хороший только немножко цветовая гамма изменилась возможно вы сейчас пикируете их в другой грунт они может быть выправятся у меня вот стоят на холодном окне или сейчас вот в придомовой теплице будут стоять они все с фиолетовыми ножками я на это даже внимание не обращаю они подрастут все у них будет хорошо выправиться так тут вот опять про огурцы хотелось бы посмотреть тянется капуста тянется я ее углубляю в прошлом году оставила в бане холодной вынесу завтра тоже но вот про капусту да если не будет холода так тут пишут куда девать продать люди когда пишут продать они сами пробовали интересно вот кошка мила продавать или нет это я же если продавать мне что с ней сидеть на базаре если маленький остаток продается ой остается рассады то лучше ее раздать нет смысла продавать продавать если через объявление в газеты ты дашь объявление придут 2 человека купят а потом еще целый месяц люди будут звонить есть ли у вас рассады это очень проблематично так что продать не так просто рассаду или продать продавать или большое количество когда занимаешься, или вообще не браться, просто вот остаток отдать кому-нибудь так ливень, снег ну вот тут тоже пишут очень-очень многие, что они в своей теплице сделали еще вторую теплицу, вот она пишет Светлана, поставила масляный обогреватель на ночь а томаты посеяла в мешки дно ручки обрезала, еще раз напополам насыпала высадила, ну тут короче объяснение я не очень поняла, я поняла только что люди стараются тоже как-то утеплить свои посадки это вот летнее видео, мы пока читать не будем до лета мы еще дошли, вот вчера еще думала над этим комментарием, пишет Елена Голубова, а как быть с монгольским карликом, о чем не знаю, тут ей пишут что я в этом году хочу посадить в ведро, как компель я в том году садила, но вы если хотите что-то спросить нужно как-то формулировать точнее как быть с монгольским карликом в каком смысле я не знаю, не поняла ничего не отвечаю вот тут поздравляют с началом нового сезона у нас я бы забор из оставшихся высадила вот про это вот этот тоже я оставила без отметки чтобы мимо него не пройти про эти опять же, про миф о золотых томатов что некоторые думают, что обогрев ну там грунт или инфракрасный дорого обходится я вот снимала вчерашнее видео сегодня снимала я вчера вообще не включала ни верх, ни низ сегодня сутки тоже не будет включено и вот как высчитывать все говорят ну как, вы посчитайте сколько у вас в этом году обойдется как я могу посчитать если я не знаю сколько у меня будет количество теплых дней сколько холодных дней вот тоже Слава пишет за удовольствие надо платить в том числе за мартовские посадки к этому готовы хотела узнать из ролика а сколько вот опять все требуют от меня конкретных цифр сколько вот за мартовские посадки я заплачу я не могу до людей донести у каждого цифра будет другая это зависит от того какая у вас погода сколько дней вы будете греть вот я подогрев грунта правый змеевик всего 3 дня у меня работал а левые греющие ленты всего 1 сутки все сейчас у меня все отключено я не знаю буду я включать еще или не буду как я вам посчитаю каждый считать будет для себя он пишет название обнадежило так они золотые или деревянные ничего не узнал люди наверное отвыклись своими мозгами пользоваться сами что-то посчитать только рассуждение о переменчивости весенней погоды и электричестве через счетчик вопрос-то совсем не праздный и чего он так возбудил комментаторов этого ролика будто им в трамвае залезли в карман и не и не только залезли но и пересчитали там всю их неумелочь Ольга Павловна раз сами взялись за такой миф то ждем конкретики например мощность обогревателей 5 киловатт они проработали в марте 20 часов и так далее примерно конечно ждем слава я советую ну слава или не знаю может это не слава я советую вам посчитать ваш конкретный случай самому я вам считать ничего не буду потому что я даже свое не считаю но в прошлом году так как меня не удивил как счет за оплату электроэнергии не поразил я большой разницы не заметила поэтому я и говорю что я не говорю что это дешево я говорю что это доступно а считать вы каждый будете свои расходы сам сами потому что у всех разные вот если вы хотите например мощность 5 киловатт вот вы считаете сколько у вас проработает вы хотите сказать что я еще должна по часам высчитывать когда я включаю когда я выключаю каждый обогреватель зачем мне это мне я вот посмотрела например я знаю что я 3 дня грела остальное пока у меня выключено я знаю что мне это не накладно будет не знаю я сейчас вам посчитаю потом кто-нибудь другой купит мощность заставит его считать в прошлом году уже люди считали был когда про инфракрасный обогреватель видеоролик все там высчитали посчитали за целый месяц и посоветовали людям разделить на 30 дней и посчитать если вы 10 дней обогреваете у вас выйдет столько если 20 столько цифры у всех будут разные я считать никому не буду у меня хватает без этого работы а то что я как вы сказали что никакой конкретики я не говорила в названии ролика не было такое что я буду высчитывать вам ваши расходы я просто сказала что миф о золотых томатах это действительно вот некоторые думают что это очень-очень дорого вот сейчас уже пришли отзывы все говорят что и мы пенсионеры мы тоже пользуемся подогревом и проблема то не в том правильно люди пишут что да не важно сколько стоит если это мое увлечение если это мое хобби если мне это нравится и я готова платить за это деньги я буду если вы не готовы значит нет и еще вы должны это при покупке в магазине сами все это посмотреть на мощность посчитать высчитать выгодно вам это или не выгодно у меня 5 киловатт по-моему даже таких нет обогревателей ни одного у меня 1 киловаттник и 1 полторашка так когда касается подсчета денег все реагируют очень остро и все требуют что вот вы скажите вы скажите сколько они не понимают что у меня счетчик один идет все и дом и стиральная машина микроволновка чайники телевизоры свет освещение на стеллажах и теплица вот это подогрев грунта оно все в одной куче если я сейчас заплачу электроэнергию я никогда в жизни не узнаю сколько намотала например мультиварка а сколько теплица мне это не важно мне главное могу я эту сумму оселить или нет так вот опять а вот про это я говорила Валентина Столбова пишет не знаю не могу найти причину моих неудач растения не растут листья семидольные настоящие фиолетовые развиваются что листья что корни очень-очень плохо как бы заторможены даже после пикировки плоховато растут короче земля такая-такая опрыскивала удобряла монофосфатом калием выташкой ну и тут уже отвечают что это из-за перекорма фосфором или холодно то же самое я и говорила что это или недостаток фосфора или холодно или перекорм и когда вы что-то уже вот туда добавили и что-то сделали тут вам вряд ли кто-то определит точно или у вас там перекорм или у вас наоборот недостаток и вот она дальше пишет я тоже думала в феврале что им холодно стоят на стеллаже солнце греет фосфором один раз панофосфатом тоже один раз и тут уже были различные вот такие подкормки и обработки так дальше вот ей говорят что скорее всего грунт плохой хорошо бы вот так вот так сделать я не буду все читать это очень долго она пишет Валентина попробую но нет уже такого настроения как на старте и тут еще пишут что одна женщина положила свой грунт много золы и все-таки грунт попробуйте пересадить жалко ваших трудов но я вот тоже когда вы уже туда в грунт что-то добавили один раз добавили второй раз и еще она тут пишет что знакомая использовала мой грунт у нее на зависть может я свой урожай ей подарила но я тут могу сказать одно если вы уже чем-то там удобряли что-то добавляли единственное если вы хотите выправить конечно пересадить но тут ей тоже вот кстати пишут немедленно пересадить вот в другой грунт пересадить в другой грунт и попробовать ничего не добавлять потому что после вот таких вот неоднократных добавок уже сложно понять то ли это нехватка или это уже перекорм и заочно вам отдают много там всяких советов может быть у вас это может быть у вас это и никто точно не определит поэтому когда уже что-то там какие-то есть смешательства конечно сложно но обычно фиолетовые листья да я знаю что у меня или от холода вот когда стоят на холоде если не на холоде стоят это сортовые характеристики томата потому что я знаю что фосфор у меня там есть и недостаток фосфора не может быть и не может быть перекорм фосфора потому что я ничего дополнительно не добавляю. Я знаю, что если фиолетовый цвет, однозначно это или холод, или они такие. Сами по себе. Вот последний сейчас прочитаю, потом немножко... Я там еще хотела найти один комментарий. Вот Лилия Вальтер пишет, что об экономической целесообразности. Это все про золотые томаты. Мне очень понравился ее комментарий. Я сейчас прочитаю полностью, хотя он и большой. Да, первичные затраты серьезные. Земельный участок, строительство теплицы, покупка грунта и перегноя, установка грядок, устройство обогрева воздуха и подогрева грунта, минеральные удобрения, средства защиты, опрыскиватели, инвентарь, лопаты, совки, грабли, перчатки, пленка, агротекстиль, дуги, ведра, ковши, сами семена или рассада, капельный полив. Когда она все это перечислила, я подумала, о боже, действительно, это же все нам нужно, вот у меня это все есть. Но я не заметила, конечно, как я все это натаскала в свой огород, как все это приобрела. А действительно, если взяться, то огород – это дорогое удовольствие. Просто мы, ну как, помаленьку, год за годом, год за годом, все в кучку, в кучку, и получается у нас вот такой полноценный участок, полностью оборудованная. А на самом деле это не дешево, да? Вот она пишет, это очень дорого. Но другие ведь тоже тратятся, но они оставляют деньги магазинам, а у огородника средства вложены в его уже участок, и со временем отбиваются. Причем потом огородник и стоимость затрат овощами отобьет, и опыт приобретет, и на своей земле останется со всем обустройством, и качество овощей значимо выше магазинных. Да, сложно оценить физический труд, но кому он в радость, так это опять же вложение в свой достаток и в свое здоровье. Я уже о карантине не говорю, как в городских квартирах в заперти сидят словно бледные поганки, и как огородники по своей земле на свежем воздухе ножками да с румяными щечками. Мне вот это так понравилось. Я всегда хожу босиком, действительно, ходишь летом жарко, раскраснелся с румяными щечками. Я заметила, вот после того, как я не стала официально работать, вот в этой, занимаюсь на своей усадьбе, я в этом году, вот за весь прошлый год ни разу никакими сильно заболеваниями не заболела. Я чувствую себя прекрасно. Здоровье действительно восстанавливается. Я уже об этом говорила, что, конечно, это вот и питание здоровыми продуктами, и все-все-все. И поэтому, когда заходит вот о том, что дорого, это все дорого, ну, жить вообще дорого, когда люди ходят в магазин, когда покупают вот эту копченую колбасу, не говорю уж о том, что мужчины покупают еще и пиво, и сигареты, они не задумываются о дороговизне вот этих продуктов. Вот много, кстати, мужчин, которые возмущаются, женщины, когда вкладывают в участок что-то, они же ворчат, возмущаются, вот огород, огород, да посчитай, сколько ты обходишься в семье. Вот, например, мужчина какой-то, со всеми своими привычками, у моего еще там рыбалка начинает, все эти всякие палатки, газовые горелочки, зимняя рыбалка, знаете, какая дорогая, там все это, обогреватели какие-то, вот все сидит там, примерзает к этой лунке. Он тоже не сильно там какая-то выгода с этой рыбой, ничего там не отбивается, но они же тратят. Ну вот, все, сейчас я пока выключу, там потом найду, еще один хотела комментарий прочитать и ответить, и продолжу. Вот вчерашнее видео, зачем я удаляю нижние листья у томатов. Ну тут опять кто-то говорит, я удаляю, я не удаляю, я вот все оставляю. Мне вот этот вот, хочу прочитать комментарий, мне он показался высказыванием, вот это спорное, я хочу с вами как это, подискуссировать, дискуссию образовать. Вот пишет человек, я стараюсь придерживаться природного принципа. Само растение не считает, что у него что-то лишнее. Ну это, ну дальше я там согласна, она не убирает вокруг, она ничего не, так, удаление листьев обязательно привезет к замедлению роста, теряется смысл высадки рассада для получения раннего вырожая, короче, мельчирования, все. Ну вот этот вот принцип, само растение не считает, что у него что-то лишнее. А как быть насчет пасынков? Оно ведь, вероятно, тоже не считает, что пасынки у него лишние. Но согласитесь, на индетерминатных сортах мы ведь все удаляем пасынки. Ну как, не все пасынки, а все огородники удаляют пасынки. Там больше или меньше, в разной степени, это опять же, каждый по-своему, но то, что пасынки нужно лишнее удалять, все согласны. Как вот это высказывание, что растение не считает, что у него что-то лишнее, но мы же удаляем. Это, мне кажется, такое, как вот это выражение, что само растение считает, что это лишнее, оно не совсем как-то, как двусмысленное, что ли. Я не думаю, что вы на индетерминатных сортах, вот вырастет 8 пасынков, вы все их оставляете, ведь растение считает, что это же не лишнее, оно же Бог дал, вот значит растет, не знаю. или вы как с двух сторон подходите, листья это значит не лишнее, а пасынки это лишнее. Не знаю. Я не очень согласна, я не знаю, может быть действительно кто-то есть люди, которые все пасынки оставляют, раз они не лишние. Так, вот еще один интересный комментарий, тоже Ольга Лейкина пишет, 7 лет назад с мужем купили дачу, в теплице посадила томаты, насмотрелась, начиталась, обрезала всю листву, только макушке оставила, думаю, почему? У меня должны быть крупными, а выросли мелкие томаты. Да, листья это такой же орган у наших растений, как и корни, как и вот эти вот цветочные кисти, удалять их все и резко сразу, много нельзя, но я все-таки, не знаю, до сих пор и всю жизнь так делаю, но по одному-два нижних листьев, вот этих старых, которые желтенькие, удалять все-таки нужно. Про листву, конечно, тут уже пишут, что... Так, Оля, здравствуйте, не поверите, я тоже в 6 утра пошла в теплицу, вечера высадила томаты, у меня 15 градусов, включила масляный обогреватель, сегодня посею семена на зелень в этой же теплице, а у нас минус 1. Видите, какая разная температура, интересно так. Так. подойдет, это очень часто.